В эфире спецвыпуск Крымреалии. Я Дмитрий Евчин. В Крыму десятки погибших и раненых. За четыре года аннексии это первое массовое убийство. Смотрите все о стрельбе в Керчи. Жертв так много, что в Керчи не хватает скорых. Настоящий терапия, когда положено, как в Беслане. Он был отличником и слушал панрок. Что еще известно о кершинском стрелке? Раньше он занимался детской литературой, хомячками, морскими свинками. Украинский след в трагедии сразу видят российские журналисты. Это первая версия. Очевидно, она немедленно приходит в голову. Где подросток учился стрелять и где купил охотничье оружие? Вот это ствольно-длинноствольное оружие, то есть охотничье ружье, в частности, Панково. В Керчи 21 погибший, 60 раненых. Это данные на 19 октября. Ежедневно эти цифры меняются. Большинство погибших уже похоронили. Мои коллеги воссоздали хронологию событий того черного дня в Керчи среды 17 октября. Шокирующие подробности и кадры, поэтому просим отвести детей от экранов. Среда, 17 октября, 11.40. В Керчи раздается взрыв. Все кареты скорых, которые есть в городе, выезжают к местному техническому колледжу. Крымские СМИ сообщают. В помещении взрыв газа. Взрыв был в столовой, пострадало много людей. Впрочем, уже через полчаса эта версия отпадает. Здание учебного заведения негазифицировано. Спасатели и медики начинают отвозить в больницы первых пострадавших. Скорых не хватает. Людей транспортируют на обычных автомобилях. Увозили на общественном транспорте. Увозили на чутках, на автобусах. А что произошло? Клопок и выстрелы. Первой о теракте сообщила директор колледжа. В момент взрыва ее в здании не было. Маську мою кролика убили насмерть. Ее мать убили насмерть. Трупов полно детей, трупов полно настоящий тиран. Ворвались. Ровно через 5 или 10 минут после моего отъезда кто-то ворвался. Взорвали все, повылетали все стекла. Взорвали холл. Бегали, потом бросали какие-то взрывные пакеты. Потом с автоматами бегали. Ну, я не знаю с чем. По второму этажу открывали кабинет и убивали всех, кого могли найти. Кто попадался, но это был... В общем, здесь все, все, все. Наши настоящие теракты, когда положено, как в Беслане. К зданию колледжа съезжаются военные. С оружием и даже тяжелой техникой. На место происшествия выезжает и Аксенов. По телефону он сообщает. Теракт устроил студент колледжа. В соцсетях появляется фотография убийцы с оружием в руках. Интернет-ресурс МЭШ начинает публиковать свидетельства очевидцев. У нас взорвали политех. Там стреляли. Мы начали бежать. Мы начали прыгать через ногу. Я разобрала руку. Понимаешь, что расстреляли. Мы бежали, а дети просто лежали. И тут я смотрю, и здания со второго и третьего этажа летят стекла. Такой был громкий шум, но не было ни дыма, ничего. Это первые секунды после взрыва. Здесь слышны выстрелы. Студенты на улице еще не понимают, что убийца расстреливает людей внутри колледжа. Восстановленная следствием картина событий выглядит так. Владислав Росляков, так зовут убийцу, оставил сумку с самодельной взрывчаткой в столовой. После подрыва началась паника. Росляков прицельно застрелил зауча и одного из преподавателей. А потом начал убивать всех подряд. Увидев трупы, дети бежали в другую сторону. Некоторые из очевидцев рассказывают, что видели в коридорах людей в масках. Один из студентов утверждает, что было слышно не только выстрелы ружья, но и автоматные очереди. С преподавателем пошли посмотреть раненых и перед нами начали стрелять с автомата. Еще бы два метра, три-четыре где-то сделали и за угла бы вышли бы и все. Как раз за угла и со второго этажа, мне кажется, стреляли с автомата. Потому что, ну, именно очередь была. Очередь? Ну, автоматная очередь. Именно эти вопросы больше всего интересовали родственников и родителей пострадавших в день трагедии. Почему говорят, люди были в маске? Без маски был. Без маски. Я вам говорю, был без маски. Он ходил один, это видно. Его лицо, ну, есть видеозаписи с камер наблюдения. Что же произошло в Керчи? Теракт или убийство? Российские силовики определились не сразу. Через несколько часов после трагедии слова соболезнования выразили президенты Украины и России. Какие заявления звучали из официальных источников? Через два часа после стрельбы в Керчи российские силовики делают первые выводы. Около 14.00 Следственный комитет России возбуждает уголовное дело. Возбуждено уголовное дело по факту взрыва в одном из колледжей города Керчи по статье Уголовного кодекса «Террористический акт». В столовой колледжа сработало самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, рассказали в Следкоме России. Также российские силовики назвали имя стрелявшего. Это 18-летний студент четвертого курса колледжа Владислав Росляков. Около 15.30 Следственный комитет России переквалифицирует уголовное дело. Убийство в Керчи терактом уже не считают. Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. В связи с этим уголовное дело, возбужденное по статье «Теракт», переквалифицировано на часть 2 статьи 105 Уголовного кодекса. Это убийство двух и более лиц общеопасным способом. Почему же российские следователи переквалифицировали дело с теракта на массовое убийство? Мы спросили российского эксперта в области экстремистского законодательства. Теракт определяется через цель, которую ставит перед собой предполагаемый преступник. Если целью было запугать общество или государство, или добиться каких-то действий от государства, то это считается терактом. Если человек убил даже государственного деятеля, просто с неизвестной целью, допустим, из личной вражды, то это не будет терактом. 15.00, через час после инициирования уголовного дела следкомом России, уголовное производство открывает прокуратура Крыма в Киеве по статье «Теракт». Осуждать виновных обещают заочно. Прокуратура Автономной Республики Крым открыто уголовное производство по факту террористический акт. У нас предусмотрено заочное осуждение, но сначала нужно установить лица, причастные к преступлению. А уже потом, если будут соответствующие доказательства, будут подозрения и инициирование заочного осуждения. 17 октября, 16.00, через 4 часа после трагедии расстрел в Керчи комментирует Путин. Президент России находится в Сочи, ведет переговоры с главой Египта. Встречу прерывают минутой молчания. На переговорах в Сочи почти все российские чиновники – министр обороны Шойгу, министр иностранных дел Лавров и министр экономики Силуанов. Подробности массового убийства в Керчи Путину на то время, похоже, неизвестны. В результате взрыва подготовленного взрывного устройства погибли люди, много раненых. Уже сейчас ясно, что это преступление. Мотивы и версии этой трагедии тщательно изучаются. 17 октября, 19.00. Соболезнования украинцам в Крыму выражает президент Украины. Все, что произошло в Керчи, называют трагедией. А личность подозреваемого – странной. Открыто уголовное дело. Расследуется эта странность. Странная личность подозреваемого убийцы. Ну и ужасные последствия, конечно. Почему это для нас так важно? Потому что это украинские граждане. И, конечно, когда гибнут украинские граждане, это трагедия. После стрельбы в Керчи Госпогранслужба Украины усилила безопасность в пунктах пропуска на админгранице. Убийство в Керчи всколыхнули соцсети. В интернете люди устроили собственное расследование и назвали убийцами невиновных. Керчане онлайн искали пропавших и собирали кровь пострадавшим. Керчан. Керчан хвалят за взаимопомощь. Какие молодцы, что своим помогаете. В Москве, когда теракт был, там таксисты в 10 раз подняли проезд. В соцсетях пишут, что не хватает крови для раненых. Через несколько часов на станции переливания образуется очередь. Я был и в больнице, и там был. То есть, приехал, ну, думал, помощь, как так сказать. Подозреваемый похож на татарина, пишет издание «Лента.ру» со ссылкой на свои источники в полиции. Крымские татары восприняли это как перекладывание ответственности за убийство на народ, язык вражды и потребовали опровержения. На фоне людского горя и гибели детей некоторые непорядочные СМИ позволили себе непозволительные методы подачи информации, ведущие к разжиганию межнациональной розни. Издание убрало фразу, но извинений не принесло. В соцсетях быстро определили старую страницу Рослякова ВКонтакте, но кто-то написал, что он ввел еще одну под псевдонимом Владислав Рейх. Показали и фото девушки, которая с ним встречается. Информацию подхватили некоторые СМИ, использовали фото этого молодого человека. Парню, его матери и подруге стали поступать угрозы. Влад Девиза «Рейх – это его псевдоним» вынужден был закрыть доступ к странице и записать видеообращение. Мне друг скинул запись с моей фотографии, где меня обвиняют в теракте. И начало это все распространяться, этот пост по всем разным группам. И в итоге мне начали написывать, угрожать и так далее. Шок был у всех. Как вы решили действовать? Ну, пошли в полицию, написали заявление. Люди, у которых нет интернета, они смотрели телевизор, да, они видели его лицо. В «Контакте» создали страницу о трагедии. В группе публиковали фоторанений и извлеченных из тел предметов. Через соцсети родные и друзья искали тех, кто в утро трагедии ушел в колледж и не вернулся. Этих трех девушек в итоге опознали среди погибших. Был отличником и одновременно живодером. Свидетельства о Владе Рослякове, которого подозревают в убийствах в Керченском колледже, противоречивые. Для одних он студент Тихоня, для других странный парень, который рос без отца. Кто же такой Влад Росляков и на кого он хотел быть похожим? Смотрите далее. Черные штаны, белая футболка с надписью «Ненависть», ружье наперевес. 18-летний керченский стрелок Влад Росляков одет почти как Эрик Харрис. Этот американский подросток и его друг Дилан Клиболт в 1999-м расстреляли 13 студентов школы Колумбань в штате Колорадо. Трагедию минута за минутой зафиксировали камеры наблюдения. А это уже кадры из Керченского колледжа. Росляков шаг за шагом повторяет действия Харриса и Клиболта. Как и американские подростки закладывают бомбу в столовой. После ходят по коридорам, лестничным клеткам, аудиториям и стреляют по студентам. У керченского убийцы на правой руке черная перчатка, как у американца Харриса. Росляков, как и Харрис с сообщником, имеет при себе патроны, коктейль молотова, десяток самодельных взрывных устройств, трубчатой формы, как и у американцев. Тело Рослякова, как и стрелков из школы Колумбань, находят в библиотеке рядом с книжным шкафом. Росляков убил себя выстрелом подбородок. Про самоубийство сообщили российские силовики. Парню снесло полголовы, он лежит в луже крови. От взрывной волны на него упали книги. Но крымчанин превосходит тех, с кого, очевидно, брал пример по количеству жертв. Бомбы Харриса и Клиблда не сработали, они расстреляли 13 человек. Взрывчатка Рослякова сработала. Бойня в американской школе Колумбайн 19 лет тому поразила документалистов и режиссеров по всему миру. В 2003-м один за другим выходят фильмы. Я убью эту обезьяну. Документальный под названием «Боулинг» для Колумбины показывает, как далеко зашли американцы в любви к оружию и его доступности. Стволов в личном владении граждан США больше, чем телевизоров. Из моих холодных мертвых рук. А в художественном фильме «Слон» независимый режиссер Гас Ван Сент рассказывает про беспощадный подростковый бунт и месть, к которой детей подталкивают школьные издевки и давление со стороны преподавателей, которые часто выбирают наказание вместо попытки понять переживания своих учеников. Что же подтолкнуло Влада Рослякова к кровавой расправе? Его бабушка Таисия Рослякова говорит, ничего странного за внуком не замечала. Вы знаете, он так быстро уходил, что с ним хорошо, о чем-то поговорить невозможно было. Он говорил, что его учителя обижают, однокурсники. Не было, не жаловался. Российский СМИ, ссылаясь на материалы допроса матери, сообщает, что Владислав в последнее время смотрел видео школьных расстрелов и что-то о схожих своих планах рассказывал одногруппникам. Однако никто не воспринимал это всерьез. Однокурсник рассказал телеграм-каналу Breaking Mesh, что Росляков мало общался и имел странные интересы. Вроде бы интересовался маньяками. Их всех называют психами, но они на самом деле умные. То, что у них есть на это свои причины, и они делали все гениально. Он прям восхищался этим. Еще один студент колледжа рассказал журналистам комсомольской правды, что Росляков и раньше приносил оружие и спецсредства на пары. Я ходил там что-то три года со штык-ножом, с шарагу. Никто не знает, но в принципе, ну ходит и ходит. Потом в прошлом году несколько раз пшикал перцовым баллончиком. Один раз его словили, он такой, типа, ну все, извините, извините, и все. Со слов однокурсников и знакомых понятно одно – с парнем мало общались и его плохо знали. Для кого-то он обычный студент. И никто не мог поверить, что это делал он. Потому что, как я знаю, он был на парах очень тихий, и он был даже отличником. Он вышел на трепендию, он хорошо учился. А вот соседка обвиняет в живодерстве. Подвешивал котов? Да. Как это было? У него хобби такое было. Телеграм-канал Breaking Mesh опубликовал видео с мужчиной, которого назвал отцом Рослякова. С семьей он не живет уже 8 лет. Убежден, на Владислава негативно повлиял интернет. Похожие заявления в четверг делал и Путин. Это все интернет, Иваны. Интернет, ноутбук и замкнутость полая. Я православный верующий. Дьявол больше ни к чего. А мама его была свидетель его. Раньше он занимался только детской литературой и все. Хомячками, морскими свинками, какими-то крысками декоративными выращивался. Мертвый он, я его люблю. Он мой кровинушка, мой родной свин. Я мечтал о нем. По сообщениям СМИ, мать Владислава Рослякова работает в больнице, где сразу после трагедии принимала пострадавших от рук собственного сына. Ружье, взрывчатка, коктейль молотова. И это только часть арсенала, с которым Росляков пришел в колледж. Известно абсолютно все. Где он купил оружие, патроны, а также где учился стрелять. В свои 18 лет парень законно приобрел охотничье ружье. Попробуем разобраться, любителем или профессионалом был Росляков. Представители Следственного комитета России осматривают место преступления. На стенах следы от картечи. Стреляли из охотничьего ружья турецкой марки Хацан 12-го калибра. 7-8 патронов в магазине, один в стволе. Именно это оружие нашли рядом с телом Рослякова. Ружье, из которого предположительно стрелял Росляков, уже сняли с производства. Он купил его в местном магазине «Оружейник». По информации СМИ, ружье стоило примерно 300 долларов. Вот Влад покупает для него 150 патронов с картечью. Они рассчитаны на крупную дичь. Имеются следы от попадания фрагментов картечи. Студент владел оружием легально. Разрешение получил месяц назад. В документе указано, что в июле Росляков сдал и теорию, и практику. По российским законам он должен был пройти наркологический осмотр, получить справку, что не состоит на учете в диспансере, сдать анализы на наличие наркотических и психотропных веществ в организме. Очевидцы этой стрельбы рассказали, что слышали не только отдельные выстрелы, но и автоматные очереди. Мы просим эксперта по стрелковому оружию посмотреть это видео. Это похоже на гладкоствольное, длинноствольное оружие. То есть охотничьи ружьи, в частности помповые, стреляют в темпе. То есть такой темп характерен или для быстрой работы цевьем на помповом ружье, или для полуавтомата. Это однозначно не автомат. На этом фото весь арсенал 18-летнего студента Влада Рослякова. Кроме патронов, коктейль Молотова и самодельные взрывные устройства. Специалисты рассказали нам, что устройства напоминают им тротиловые шашки. Те, что на фото, начинены поражающими элементами. Мы пригласили в студию эксперта по оружию Юрия Минкина. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, что вы принесли и что это за оружие? Это гладкоствольное ружье 12-го калибра, так называемой помповой схемы перезарядки. По сути, это охотничье оружие. Оно продается в Украине под соответствующее разрешение гражданам, достигшим возраста 21 год, не имеющим медицинских противопоказаний и проблем с законом в виде судимости. Это оружие используется на многих видах охот. Также оно может использоваться для спортивной стрельбы. Вот такое оружие, насколько мы понимаем, использовал и керченский стрелок, да? Практически аналогично. Дело в том, что Хатсан Эскорт Эмгард, оружие, о котором идет речь, имело несколько большей длины подствольный магазин. Соответственно, емкость патронов доходила до 7, если патрон короткий, можно было 8 зарядить. Ну и 9 заряжался, мог быть заряжен, вернее, непосредственно в ствол. Кроме того, для использования в преступных целях оружие было видоизменено. Там была установлена пистолетная рукоятка для компактности. То есть в гражданском обороте такое оружие запрещено, но, как видите, тут при помощи отвертки и 5 минут потраченного времени можно, по сути, изготовить своеобразный обрез. Первый вопрос, который возникает, как действительно за 10 минут можно было причинить смерть стольким людям. Были разговоры об автоматных очередях и так далее. Тем не менее, на записях четко слышен звук стрельбы из ружья, темповой стрельбы. Как это происходит? Казалось бы, ружье быстро стрелять не может. Эмитирую стрельбу сейчас. Как видите, все довольно быстро. Такие манипуляции производятся до тех пор, пока не будет опустошен магазин. Он использовал патроны с картечью. Они были приобретены специально им, и он понимал, что он будет стрелять картечью в людей. Вот как это можно объяснить? Он не брал дробь, не брал ничего другого, он целенаправленно брал и в большом количестве картечью. При всей дикости содеянного действовал этот человек весьма расчетливо. То есть, давно известно, что уже более 100 лет картечь применяется в, скажем так, целях стрельбы по себе подобным. Как вы думаете, ваше мнение, он действовал абсолютно сам или его готовили? То, что я могу сказать совершенно уверенно, человек либо сознательно, либо по чьей-то воле определенное обучение прошел. То есть, были инвестированы некие средства в виде денег, пусть и небольших, и времени в то, чтобы научиться довольно быстро, эффективно. И, как видите, смертельно, скажем так, опасно выполнять поставленную задачу. Спасибо вам большое. Очень интересные ответы. Усилить контроль за интернетом пригрозило ФСБ после слов Путина, что убийства в Керчи произошли именно из-за интернета. Российские СМИ уже нашли связь убийцы в Керчи с правым сектором и запрещенными в России свидетелями Иеговы. Что показывали и о чем говорили российские медиа, Игорь Токарь расскажет. Главная тема – это Керчь. В основном подростки погибли. В Крыму трехдневный траур. Российские ток-шоу, которые выходят в прямом эфире, начали менять запланированные темы и говорить о керченской трагедии. Так, в программе «60 минут» еще до официальных заявлений эксперты начали искать украинский след. К вопросу о заявлениях и ранее сделанных формулировках господин Каханивский, цитирует его обозреватель, «Война включает в себя подрывы железнодорожных путей, снос электрических опор противника. Например, если есть какая-то дорога с материка в Крым, почему бы там не организовать какой-то подрыв? Это не к тому, что они конкретно виноваты, но и забыть этого невозможно. И это первая версия, очевидно, она немедленно приходит в голову». А в комментарии для информационного агентства «Национальный курс» депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров массовое убийство называет терроризмом и обвиняет во всем Киев. «Никакого варианта остаться в живых и нормальной молодежной жизни, не освободив территорию нашего Отечества, а именно Киев, от иностранных оккупантов, просто нет. Нам объявлена война, в ней терроризм есть часть военных действий, форма военных действий по уничтожению русского народа». А интернет-порталы «Коммерсант» и «Виста Ньюз» начали подозревать мать Стрелка в связях с запрещенными в России организациями «Правый сектор» и свидетелями Иеговы. «Не исключена ее связь также с украинским «Правым сектором». Запрещена в РФ. Именно на этот предмет сейчас проверяется Владислав Росляков. Его связь с экстремистами кажется вполне реальной». Российские телеканалы цитируют слова скорби от мировых лидеров и видят в этом политический подтекст. «Сразу становится ясно, кто есть кто и кто чего стоит. Канцлер Германии Ангела Меркель, председатель и генеральный секретарь Совета Европы, глава парламентской ассамблеи Совета Европы, еще многие-многие политики, с которыми у нас, мягко говоря, очень непростые отношения, все они отреагировали мгновенно». Не обошли вниманием и обращение украинского президента. «Порошенко, который и в слова соболезнования не мог не вернуть, что Крым – это Украина, и что где бы ни гибли украинские граждане – это трагедия. Как будто если гибнут неукраинские дети, то это трагедией не является». Через сутки после трагедии в Керчи украинский след в российских СМИ уже не обсуждается. Хотя версия о том, что стрелку Рослякову кто-то помогал, и он был под чьим-то влиянием, рассматривают. Это была программа «Крым. Реалии». В спецвыпуске мы разбирались, что на самом деле произошло в Керчи. Смотрите нас в YouTube и соцсетях. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова